Турецкая компания «Энко» заявила о том, что расторгает контракт с правительством Грузии. Это означает прекращение строительства на Махванской гидроэлектростанции. В заявлении говорится, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства. Грузинское правительство, в свою очередь, планирует продолжить переговоры с турецкой стороной, дабы станция все-таки была построена. А контекст примерно следующий. В 2019 году правительство Грузии предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада на Махване ГЭС турецкой компании «Энко» и норвежской компании «Клин Энерджи Групп». Около года некоторая часть общества выступала яро против возведения гидроэлектростанции, аргументируя это тем, что строительство идет на невыгодных для Грузии условиях и вообще это страшная ужасная турецкая оккупация. Конечно, ни о какой турецкой оккупации там речи быть не могло. Турция, по-моему, вообще является чуть ли не единственной страной, с которой у Грузии официально узаконены четкие границы и прописан договор о том, что ни одна из сторон не претендует на международно признанные территории друг друга. «Энко» — это частная турецкая фирма, которая отдает деньги из своего кармана, чтобы профинансировать строительство ГЭС на территории Грузии и берет в долгосрочную аренду ту часть земли, на которой будет стоять станция. Срок большой, по-моему, около 100 лет. Вот только этот срок по итогу закончится. А ГЭС останется. Ну, точнее, осталось бы. Вряд ли бы кого-нибудь волновало то, выгодные или невыгодные условия строительства станции, если бы ее строили не турки, а, например, французы. Да и, в принципе, очевидно, что любой частный инвестор в первую очередь заинтересован в том, чтобы получить прибыль с любой сделки. Посмотрим, удастся ли кому-то найти более выгодные условия, чем то, что было предложено турецкой фирмой. Ну, а те люди, которые очень переживали по поводу строительства на Махване ГЭС, теперь могут спать спокойно. 15 сентября в центре Тбилиси был застрелен молодой предприниматель по имени Николос Кварцахелия. Одной из версий является то, что его отец, Георгий Кварцахелия, был связан с криминальным миром. Когда-то там миллион лет назад якобы убил какого-то вора в законе, и таким образом ему решили отомстить, застрелив его сына. Хотя Николос Кварцахелия никоим образом не связан с ворами в законе и был предпринимателем в сфере IT. Обвиняемые в убийстве уже заочно осуждены на содержание под стражей. Причем их было двое. То есть два вооруженных человека напали на одного безоружного парня. Это, конечно, вообще вопиющий случай, и у меня в голове не укладывается, как такое может происходить в нынешней Грузии, еще и в центре Тбилиси. Я не представляю, чтобы я шел по центру Тбилиси, да и по любой другой части Грузии, и застал бы стрельбу или что-то подобное. Это просто жесть. Я не до конца понимаю, как такое могло произойти днем в центре столицы. Очень жаль, что жизнь молодого человека так трагически прервалась. Надеюсь, что все виновные будут наказаны, и таких ситуаций больше не повторится. Еще одна трагедия, связанная с убийством, произошла в другом грузинском городе, Марнеули. Там полиция задержала трех человек, обвиняемых в жестоком убийстве. Ситуация следующая. 28-летний Джавил Човдаров работал водителем маршрутного такси на линии Ипнари-Марнеули и возил пассажиров на рынок. В тот день шофер попросил одну из женщин, которую он обычно возил и у которой скопился долг за поездки, заплатить ему 20 лари. Женщина позвонила своим родственникам, которые проживали в Марнеули, и попросила их вмешаться в ситуацию. Двое мужчин встретили маршрутку возле рынка, и водитель пропал. Под данным следствия, похитители связали мужчину по рукам и ногам, вывезли из Марнеули, а затем утопили в одном из оросительных каналов, привязав к его телу тяжелый предмет. Каждый раз, когда я читаю подобные новости, я искренне не понимаю, как такое вообще может происходить. Что должно быть в голове у тех, кто совершает такие вещи? Человек со здоровой психикой вряд ли способен на убийство, тем более на такое жестокое. Убийцам грозит тюремное заключение от 7 до 17 лет. Я вообще ни разу не юрист, но всегда недоумеваю, почему в случае умышленного убийства не выносится приговор о пожизненном заключении. Легендарная грузинская шахматистка и пятикратная чемпионка мира Нонна Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за популярного мини-сериала «Королевский гамбит». Гаприндашвили требует 5 миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых представлена неверная информация о ее карьерных достижениях. Несмотря на то, что героиней сериала является вымышленный персонаж Бет Харман, сама пятикратная чемпионка мира по шахматам Гаприндашвили упоминается как вполне реальное лицо. При этом в сериале утверждается, что Гаприндашвили никогда не соревновалась с мужчинами. В своем иске к компании Нонна Гаприндашвили заявляет, что к 1968 году, о котором идет речь в этом эпизоде сериала, она соревновалась как минимум с 59 шахматистами мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами. Кроме того, Netflix обвиняется в сознательной лыжи, когда в сериале утверждается, что главная героиня добилась того, чего не смогла достичь ни одна женщина, в том числе и Нонна Гаприндашвили. Гаприндашвили считает еще одним оскорблением от Netflix то, что в сериале она названа русской, несмотря на то, что сценаристы знали, что она грузинка. Представители Netflix же в свою очередь заявили, что считают обвинения безосновательными и будут защищаться. Вот если бы Нонна Гаприндашвили была чернокожей, трансгендером или хотя бы лесбиянкой, то Netflix бы уже ползал на коленях в извинениях. А так как она вполне обычная белая женщина, под нее стелиться не будут. Такова новая этика. Отвечая на вопрос об отношениях между Арменией и Турцией на пресс-конференции 19 сентября, президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган сказал, что премьер-министр Армении предложил ему встречу. Он отметил, что его об этом проинформировал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. «Если вы хотите встретиться с Таипом Эрдоганом, вы должны предпринять соответствующие шаги. Мы не закрыты для встречи. Нам просто нужно предпринять какие-то шаги, чтобы продемонстрировать добрую волю». Премьер-министр Грузии передал предложение Пашиняна о диалоге. «Если эта встреча состоится, Турция готова установить дипломатические отношения», сказал Эрдоган. Он выразил надежду, что существующие трудности между Арменией и Азербайджаном можно будет преодолеть, открыв Зангизурский коридор. Это все достаточно интересно, ибо в последние несколько недель достаточно часто как с армянской, так и с турецкой стороны поступают сигналы о попытке нормализации отношений. Пока слабо верится в нечто подобное, но то, что представители обеих стран поднимают данную тему, уже само по себе необычно. Думаю, в Армении большинство людей относятся к такой перспективе крайне отрицательно. Учитывая, что почти для всех армян тема геноцида, пожалуй, самая болезненная. При этом армян спокойно пускают в Турцию, да и достаточно много армян проживают в Турции, и никто их там не трогает. Вот в Азербайджан армянина точно не пустят. А если каким-то удивительным образом он там окажется, то это будет крайне небезопасно. В случае с Турцией такого острого накала на сегодняшний день нет. Но и дипотношений между Турцией и Арменией тоже нет. Скорее всего, говоря о налаживании отношений, Никол Пашинян подразумевает в первую очередь восстановление дипотношений и попытку находиться хотя бы в каком-то нейтралитете. Само собой, с экономической точки зрения это было бы выгодно. Причем занимательно то, что Турция экспортирует в Армению множество своей продукции, хоть и через третьи страны. Я не знаю, на что в этой ситуации рассчитывает Пашинян. Логически я понимаю, почему он затрагивает тему отношений с турками, но в то же время очевидно, что в самой Армении многие люди не будут способны принять данную идею. Тем более сейчас, после поражения в Карабахской войне, рейтинг Никола Пашиняна находится, скажем так, не на самых лучших позициях. Хотя, возможно, он решил, что в его случае терять уже нечего. Пашинян пытался балансировать между Европой и Россией. Не занимал открытую прозападную повестку, как это сделала Грузия. А старался как бы дружить с РФ, но в то же время постепенно сближаться с ЕС. Собирается ли Армения оставаться верным союзником России, или вы приближаетесь к НАТО, отдаляясь от России? Мы останемся близким союзником России. Мы надеемся развивать наши отношения с Россией, но также с НАТО и западными странами, с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Наверное, он надеялся, что таким образом Россия не даст ему по рукам. Однако, по рукам он все же получил, и война в любом случае произошла. Аккуратная политика с попыткой лавирования не увенчалась успехом. Война проиграна, рейтинг упал, и вообще все не очень хорошо. Быть может, теперь он понимает, что нет смысла лавировать и пытаться угодить всем сторонам.